Мадонна сверяется с гороскопами. Президент Шри-Ланки живет по советам личного астролога. Жена президента США Рональда Рейгана старалась жить, как звезды указывают. Удивительно, но сегодня человек может не знать, что Земля вращается вокруг Солнца, и таких немало. Может наоборот, быть большим ученым, но свой знак зодиака он почти наверняка знает. А некоторые и жизненно важные решения принимают, полагаясь на астрологию. Конечно, много тех, кто не верит в гороскопы, но немногие могут объяснить и доказать, почему. Вот откуда они знают, что по звездам не предсказать судьбы? Или просто верят, что это невозможно? О том, как правильно разобраться, работает астрология или нет, я сейчас и расскажу. Приверженцы астрологии часто напоминают, что ей много тысяч лет. И одно это должно доказывать нам, что ей можно верить, ведь ее знания проверены не одним поколением. Астрология — это действительно очень древнее учение. Некоторые исследователи считают, что самое раннее упоминание о ней можно найти на шумерской глиняной табличке возрастом более 4 тысяч лет. Там рассказывается, что если произойдет полное лунное затмение в месяце Ниссане, примерно наш марк, то скоро произойдет смена власти. Ученые нашли период шумерской истории, когда после полного лунного затмения в Ниссане два шумерских царя лишились власти. Из чего, возможно, шумеры и сделали такой вывод. Неужели просто совпадение? С походами Александра Македонского астрология пришла в Грецию, потом в Древний Рим. И там стала настолько популярной, что марк Тулей Цицерон даже посмеивался над современниками, говоря, что вряд ли все погибшие при Каннах имели одинаковый гороскоп. Битва при Каннах — это одно из крупнейших поражений римлян, нанесенное им Ганнибалом. В наше время существуют астрологические академии и даже астрологический институт в Индии. Чтобы понять, что же на самом деле представляет из себя это действительно древнее учение, мы рассмотрим его с точки зрения статистики, психологии, физики и философии. Чтобы дальше было понятнее, главное в астрологии — зодиакальный круг. Солнце за год проходит через 12 зодиакальных созвездий, правда их на самом деле 13. Но об этом не сейчас. По времени рождения человека астрологи строят натальные карты, гороскопы, в которых записано будущее. Итак, начнем. Одну из ранних попыток математически проверить астрологию сделал еще Карл Юн. Он проверил 483 семейных пары и попробовал найти связь между разводами и знаками зодиака. Но никакой связи не обнаружил. В середине 20 века психолог Бернард Сильверман выбрал более 3,5 тысяч пар, но тоже не нашел никаких взаимосвязей. Поражает масштаб эксперимента Мишеля Гоклена. Он взял данные о дате, месте рождения и профессии 41 тысячи жителей Франции, Бельгии, Нидерландов и Италии. Но не обнаружил связи ни с асцендентом, ни с аспектом, ни с зодиаком, ни с другими астрологическими понятиями. Вообще, Гоклен — это северу снег астрологии. Психолог и статистик по образованию, он увлекался ею всерьез и имел вес в астрологических кругах. Но его исследования подточили современную ему астрологию изнутри и снискали славу среди ученых. Правда, Гоклен оказался тройным агентом. Завоевав доверие своими разоблачениями, он провел еще один эксперимент. И оказалось, что профессия человека зависит не от знака зодиака, а от положения планет в момент рождения. Своё открытие он назвал «эффектом Марса». Он исследовал полтысячи спортсменов, и оказалось, что почти каждый четвертый из них родился под влиянием Марса. Хотя, если бы не было никакой закономерности, а все было бы само собой, случайно, то получилось бы намного меньше таких отмеченных небесами атлетов. Гоклен сделал вывод. Рождение под Марсом влияет на то, будет человек спортсменом или нет. Его данные перепроверяли не раз. И удивительно, но получали то же самое отклонение, которое доказывало, что эффект Марса существует. Так влияет ли положение планет на выбор профессии? Выяснилось, что данные Гоклен выбирал не случайно. Он говорил, что Марс влияет лишь на выдающихся спортсменов. И нарочно выбирал таких. Американцы проверили эффект Марса на рядовых баскетболистах. И оказалось, что планеты не влияют на выбор профессии. Реальное отклонение в пользу теории эффекта Марса составило всего несколько человек. То есть, если брать честную выборку, а не подбирать людей, то видно, что небеса не диктуют кем быть. В таких историях про поиск закономерностей часто срабатывает очень распространенная ошибка. После значит вследствие. Если два графика совпадают, люди думают, будто между ними есть связь. Чтобы понять всю абсурдность такого хода мысли, посмотрите, как удивительно похожи графики числа утонувших в бассейне и числа фильмов с Николасом Кейджем. Но были проверки и самих астрологов, причем лучших из лучших. Замечательный эксперимент провел Шон Карлсон и опубликовал результаты в научном журнале Nature. Исследователь отобрал лучших американских астрологов, по мнению Астрологической ассоциации, эдаких суперзвезд предсказания по звездам. Им он предложил составить натальные карты, гороскопы, для более чем сотни испытуемых. А испытуемым предложил пройти стандартный личностный тест, чтобы получить описание характера. После каждому астрологу Карлсон выдал натальную карту испытуемого и результаты трех личностных тестов разных людей. Только один тест относился к испытуемому. Нужно было сказать, какому из тестов соответствует гороскоп. До эксперимента астрологи были уверены, что они справятся хотя бы в половине случаев. Исследователь же полагал, что не более чем в третье. Потому что именно такой результат покажет любой не астролог. Мы с вами, если будем отвечать наугад. Так и вышло. Астрологи попадали только в третий случай. Отсюда следует очень важный вывод. Даже лучшие из лучших астрологов не могут правильно интерпретировать значение вашего гороскопа. Другой серьезный эксперимент в 2009 году провел индийский астрофизик Джаянт Нарликат. Вообще, конечно, жаль, что астрофизики вынуждены тратить время на разоблачение астрологии. Так вот, Джаянт собрал анкеты 200 школьников из заведений для одаренных детей и школ для детей с отклонением в развитии. 27 астрологов и целый астрологический институт не справились с задачей определить по времени рождения, кто же из детей талантлив, а у кого проблемы с развитием. Хотя ведь согласитесь, у них должно быть кардинальное различие в судьбах. Большую роль в нашей вере в гороскопы играет эффект Барнума. Назван он в честь американского шоумена и мистификатора 19 века Финиеса Барнума. Барнум в разное время эпатировал публику рыбой с человеческим лицом, свадьбой карликов, мохнатым человеком, сиамскими близнецами. Он основал цирк, поражающий воображение американских обывателей. Девизом Барнума была фраза, которую можно перевести так. Каждую минуту рождается лох. Барнум мог впарить что угодно, кому угодно. Суть эффекта Барнума показал в 1948 году психолог Бертрам Форер. Он давал студентам психологический тест. А в качестве результатов подсовывал случайные гороскопы из ежедневных газет. Многие студенты говорили, что результаты очень точно описывают их личности. Форер сделал вывод, что эффект Барнума возникает, если выполняются четыре условия. Человек уверен, что информация собрана специально для него, информация позитивна. Согласитесь, мало в каком гороскопе написано что-то плохое. Формулировки максимально размыты. Человек автоматически подстраивает их под себя. Информация выдана авторитетам, учителям, ученым, ну или ежедневной газетой с гороскопом. НАСА поломали гороскопы. Паника в женских журналах. С такими заголовками разные издания описывали недавнее заявление НАСА о том, что знаки Зодиака уже давно не совпадают с созвездиями. За тысячи лет с момента создания астрологии ось Земли прецессировала, то есть сменила свое положение, как ось вращающегося волчка. И теперь Солнце проходит созвездие совсем в другие дни. Например, если вы были Тельцами, то теперь вы Овны. Поздравляем. НАСА, конечно, потом сделала приписку, что никакие знаки Зодиака оно не отменяло. И более того, на точность гороскопов их сообщение никак не повлияло. Потому что гороскопы и так не работают. Итак, как же определить, что астрология лженаука? Хорошая научная теория должна отвечать нескольким требованиям. Критерию верифицируемости и принципу фальсифицируемости. Начнем с первого. По заключениям теории можно делать предсказания. Теория гравитации нам говорит, что тела притягиваются друг к другу. И мы понимаем, если на Земле уронить предмет, то рано или поздно он упадет. Теперь принцип фальсифицируемости, или же критерий Поппера. Его можно представить как некий мысленный эксперимент. Простой пример. Если вы говорите, что все лебеди белые, то для опровержения вашей гипотезы достаточно найти хотя бы одного черного лебедя. Астрологи высказывают свои мысли настолько обтекаемо, что о прохождении критерия Поппера не может быть и речи. Когда гороскоп внезапно не срабатывает, астролог просто говорит, что не обязательно же должно произойти именно то, что там указано. Однако канадский философ Пол Таггер выдвигает еще два признака лженауки. Если одновременно с некоторыми верованиями есть другие теории лучше, то есть точнее описывающие мир, то надо прислушиваться к ним. Физика, психология, астрономия. Эти науки ворвались в традиционную вотчину астрологии и показали, что все устроено не так, как говорили астрологи. И второй критерий Таггерда. Приверженцы лженауки не стремятся развивать свое учение. Или же развивают его крайне неохотно. Астрологи неохотно начали добавлять планеты по мере их открытия. А когда астрономы исключили Плутон из числа планет, у астрологов он остался. Как же тогда другие транснептуновые объекты? Почему их они не учитывают? Тем не менее, астрология, хоть и не работает, свою пользу в развитии науки она внесла. Но это было давно. Иоганн Кеплер, знаменитый астроном, составлял гороскопы средневековым вельможам и приговаривал, астрология распутная дочь астрономии. Но на какие деньги жила бы астрономия без своей дочери? Если хотите узнать больше про научную проверку астрологии, то обязательно посмотрите лекцию или почитайте статью «Почему звезды никак не влияют на судьбу». Ее написал физик и автор команды Сайван Олег Фея. Все ссылки в описании к видео. Развивайтесь вместе с нами, подписывайтесь, делитесь этим и другими выпусками с друзьями и знакомыми. Дальше мы будем делать больше роликов и еще интереснее. Ну и, конечно, добавляйте науку в друзья. С вами был Иван Лозовой. И да, мой знак зодиака, если это еще хоть кого-то волнует, рыбу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok